Добро пожаловать дамы и господа на субботнюю квалификацию к последнему гран-при Абудаби, на котором решается многое, титул чемпиона мира, а также кубок конструкторов. Что же, присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Добро пожаловать дамы и мы начинаем. Посмотрим, завтра сможет ли Алексей удержать эту позицию и завоевать титул чемпиона мира. Вот и настал тот самый знаменательный день, день гонки последнего гран-при данного сезона, гран-при Абудаби. Что же, как я и говорил вчера, на нем решается многое, а именно чемпионский титул и кубок конструкторов. В данном моменте вы можете наблюдать на своих экранах личный зачет. Алексей в данном моменте лидирует в нем, но всего лишь на 6 очков он опережает Макса Ферстаппена. Также на третьем месте у нас есть Пьер Гасли, но, к сожалению, отставание у него в 23 очка. И в данный момент у него только есть математические шансы на титул. Но, как мы знаем, и такие шансы тоже шансы. Но для этого должно произойти чудо, а именно Алексей должен сойти, а в первый момент выиграть гонку. При том, чтобы Ферстаппен не поставил быстрый круг. Как обычно, трасса в Абудабе принимает последний гран-при сезона. И чаще всего мы уже знали имя чемпиона мира какого-либо сезона, а также команду, которая выиграла кубок конструкторов. Но не в этот раз, слава богу, и в этот раз мы увидим настоящую борьбу и за кубок конструкторов, и за чемпионский титул. Перейдем к стартовой решетке, где на первом месте у нас расположился Алексей Солнцев, на втором Вальтер Реботтес, на третьем Макс Ферстаппен, на четвертом Серхио Перес, пятый Ландо Норрис, шестой Себастьян Феттель, седьмой Шарли Клер, восьмой Пир Гасли, девятый Льюис Кэмингтон, десятый Александр Албан, Одиннадцатый Кевин Майнусу, двенадцатый Даниэль Риккера, тринадцатый Лэйн Строуд, четырнадцатый Роман Гажан, пятнадцатый Нико Хюкенберг, шестнадцатый Джордж Рассел, семнадцатый Роберт Кубецов, восемнадцатый Даниэль Квят, девятнадцатый Кемер Айкенен и двадцатый Карл Сайенс. И что же, время переходить на траску. Что же, ты без меня знаешь, что нужно делать, так что давай, вперед. Пилоты заканчивают прогревочный круг и выстраиваются в последний раз в данном сезоне на стартовую решетку. Что же, посмотрим, как у нас, кто сможет стартовать из будущих чемпионов и завяжется ли сразу же борьба. И гаснут красные огни, Алексей Сонт неплохо срывает с места, вместе с ним это делает и Вальтери Боттус, позади Ферстафинг, чуть хуже стартал Перес, тут же ему навязывают борьбу за третью позицию. Но Боттус очень хорошо стартовал, тут же прошел Алексея и, как мы видим, Мерседеса к концу сезона просто максимально преобразились. В данный момент это самые лучшие болиды в пилотоне, но посмотрим, хватит ли скорости, все-таки, в течение сезона очень имел хорошую скорость, но, к сожалению, под конец сезона уже начал подсдавать. Но посмотрим, хватит ли у Буков силы на этот последний рывок. И, как мы видим, Перес все-таки проходит Макса Ферстапина, но у Ферстапина есть возможность контратаковать Переса за счет Слипстрима, так как два Мерседеса начинают просто сразу же уезжать от основного пилотона. И, как мы видим, борьба за третью позицию между сразу тремя пилотами. Макс Ферстапином, Сергей Пересом и Ландо Норрисом. И что же, Буков-Бок не начинает проходить, но на выходе только Перес. И Ферстапин остается в борьбе за третью позицию. Макс выходит чуть вперед, и надо ему как можно быстрее заканчивать данную борьбу. Норрис пытается найти место для атаки. И все-таки он находит это место, он атакует Ферстапина, так как Перес напрямую все-таки смог вырвать эту третью позицию. Буков-Бок не проходит медленные повороты, и, как мы видим, Перес тут же начинает уезжать. Буков-Бок продолжает борьбу в начале третьего сектора. Это очень сильно замедляет Макса. И да, Макс Ферстапином, к сожалению, проигрывает борьбу Ландо Норрису и откатывается уже на пятую позицию. И это будет, скорее всего, очень сложная борьба для Макса за чемпионский титул. Тем временем у еще одного претендента на титул Пьера Гасли в данный момент также возникают проблемы с обгонами. Он, к сожалению, продолжает их на восьмой позиции. И да, Гасли также нужно активно атаковать своих оппонентов, чтобы иметь хотя бы шансы на титул. Но в данный момент два Макларна сидят позади. Вальтер и Ботас задают очень быстрый темп. Даже Алексей Солнцев не справляется с данным темпом и потихоньку отстает от Ботаса. Но самое главное, Алексей достаточно финишировать впереди Ферстапина. И тогда титул будет за ним. Что же, Перес уже оторвался от основного пилотона. В данный момент Ферстапин продолжает преследовать Норриса. Уже разрешено открывать задний антикрылой. Посмотрим, сможет ли Ферстапин атаковать Норриса напрямую. И сможет ли он уже выйти на четвертую позицию. И вступить в борьбу с Чака Пересом. И в дальнейшем с Алексеем Солнцевым. Который в данный момент все дальше и дальше отрывается. И только в данный момент это на руку Алексею. А два претендента, помимо Алексея, пока что застряли в пилотоне. Что же, обратная прямая. Слипстрим, ДРС. И Ферстапин постепенно начинает догонять Норриса. Смог ему поравняться до точки торможения. Посмотрим, сможет ли обойти. Да, Ферстапин успевает обойти Норриса до точки торможения. Но Норрис успел остаться за Ферстапином. И теперь вторая прямая с ДРС. И теперь уже у Норриса есть возможность при ДРС. И как мы видим, большая разница в скорости напрямой. Норрис как стоячего обошел Ферстапин. И теперь уже Феттель навязывает борьбу своему напарнику по команде. А также претенденту на титул. И в данный момент, как мы видим, сразу же Норрис отрывается от двойки Рэдбулов. И да, похоже для Ферстапина данная атака от Феттеля очень многого будет стоить. А именно чемпионского титула. И тем временем Гасли обходится все-таки Леклера. Но все равно Гасли еще далеко от первой позиции. Как и Ферстапин. Но в данный момент Ферстапин и Гасли очень близки друг к другу. И разделяет их лишь Себастьян Феттель. Что же, Перес догнал Алексея. Все-таки Рейтинг Пойнт еще что-то могут. И как мы видим, даже Догнал очень близко подъезжает к Алексею. И в данный момент у Переса будет возможность открыть заднее антикрыло. И посмотрим, как сможет Алексей защититься от атаки. Но как мы видим, Перес был очень близок на выходе из поворота. И да, без проблем атакует Алексея еще до шиканы. Но впереди идет вторая прямая. Также с ДРС крылом. И уже у Алексея будет возможность открыть это крыло. И все, что нужно Алексею, это остаться как можно близко к Пересу. Вот он с тем временем уже отъехал далеко от этих пары пилотов. И да, Алексей начинает потихоньку сокращать дистанцию. До точки торможения он смог поравняться с Пересом. Бок-обок они начинают проходить конец второго сектора. И Алексей врывается чуть вперед на медленных поворотах. И возвращается в вторую позицию. Но тем временем, говорит, все ближе и ближе подкатывается также к этой двойке. Так как в данный момент он постепенно отрывается от Рыгулов. Но у Рыгулов своя борьба за пятую позицию. Феттель снова атакует Ферстаппина. Похоже, нет никаких командных тактик в данный момент у Рыгула. Хотя странно, поскольку пилотовки борются за чемпионский китл. И как мы видим, Феттель проходит с Ферстаппин без каких-либо проблем. И теперь уже проблемы у Ферстаппина за счет Гасли. Два претендента борются за шестую позицию. Да, это далеко, но опять же это возможность борьбы. Но скорее всего у Ферстаппина либо какая-то проблема с болидом. Что он так начинает очень быстро отваливаться. И потихоньку падать ниже и ниже. И если так пойдет дальше, то Ферстаппина спасет только чудо. Перес продолжает преследовать Алексея. Старт финишная прямая. И смотрим, Алексей чуть хуже выходит из последнего поворота. И это позволяет Пересу провести атаку еще до точки торможения. Букобок не проходит и Перес позже тормозит. Алексей хотел перекрестить траекторию, но Перес смог остаться на второй позиции. Посмотрим, поможет ли это ему. Поскольку дальше идут опять же прямая, где Алексеев будет возможность провести атаку. Но теперь надо не забывать про то, что Ландо Норрис также догнал эту пару. А позади этой пары также еще идет Себастьян Феттель. Который может помочь своему напарнику по команде. Если, конечно же, он этого захочет. Поскольку в данный момент, как мы видим, два Red Bull сражаются между собой. Что же, тем временем Алексей потихоньку догоняет Перес. И Перес успел оторваться даже от группы позади идущих болидов. И за счет этого остается до сих пор на второй позиции. Но дальше нас ждет вторая прямая. И уже Алексей очень близко подбирается к Пересу. Позади него также и Ландо Норрис. Который также, скорее всего, начнет атаковать своего напарника. Хотя, также надо не забывать то, что и Racing Point борется за кубок конструкторов. Как-то смешно бы не звучало. Поскольку мы помним начало сезона Racing Point. Победа Алексея. Но, к сожалению, после Франции Racing Point все пошло из рук вон плохо. Но после Австрии, когда Норрис получил свой первый в подиум. Несовестно победу на следующем Гран-при. Но после этого максимум, что Racing Point добивались это в подиума. Хотя у команды были хорошие перспективы. Как-то, конечно, гонщик, который борется за чемпионский титул. Алексей Лисонцев, конечно, да. Команда сделала ставку на Переса. И также нынешка Норриса. Но, как мы видим, ставка не сработала. И что же Алексей хотел атаковать Переса. Но нет, контакт между ними. И Переса разворачивает. И уперлись. Болиды потрачны позади пилотов. И Сейфти Кар выходит на трассу. И это отлично возможно для гонщиков сделать свои питстопы. Поскольку у нас рождается здесь не один питстоп, а два у всех команд. Первым заезжает Ботасу, у которого есть большой зазор. Между ним и ближайшим пилотом в лице его напарника. Соответственно, Мерседесу будет проще всего обсуждать сразу два болида. Но посмотрим, сможет ли Алексей нормально выехать из питстопа. Поскольку все пилоты направляются в боксы. И меняют свой уже старый софт на новый Мидиум. Может быть, кто-то из команд предпочтет поехать на стратегию одного питстопа. Перейдя сразу на хард. Но пока что лидеры заезжают и делают остановку и переходят на Мидиум. Алексей кое-как выезжает. Но впереди него выезжает куча других болидов. Кевину Магнусу очень сильно повезло. Его отпускают впереди Алексей. Тем самым Магнусу возвращается на трассу на пятой позиции. Алексей на шестой. Но при этом он все равно впереди Ферстаппена. И впереди Гасли. В общем, подсказ следующий. Впереди только два пилота идут на Сархея. Это Магнусу, а также Гасли. Так что пара кругов они будут быстрее, но после пятого круга их резина уже поплывет. Так что жди момент и атакуй. И наконец-то гонка возобновляется. Посмотрим, дадут ли штраф Алексею за данный обгон в данный момент. Момент между Пересом и Алексеем находится под расследованием. И это должно быть возможностью для Ферстаппена. Но в данный момент Макс находится на одиннадцатой позиции. Он слишком далеко, ему надо прорваться через весь пилотон. Впереди него будут медленные болиды в лице Вильгенса. Посмотрим, сможет ли Макс вернуться все-таки на лидирующей позиции. Поскольку в данный момент ситуация у него не самая лучшая. Пьер Гасли в данный момент находится на второй позиции. И перед ним остался лишь Вальтри Боттус. И при этом у Гасли надет свежий софт. У Боттуса свежий медиум. И в данный момент у Гасли есть шансы побороться за титул. Ферстаппен уже вылетел из топ-десятки. Точнее, он на десятой позиции. Что очень хорошо для Гасли. Вот Алексей, к сожалению, на шестой позиции. И вот как раз-таки Алексею нужно быть вне топ-десятки. А тем временем борьба между Алексеем и Кереном Магнусоном. И как мы видим, Алексей на торможении смог поравняться с Магнусоном. И пройти его в конце первого сектора. Даже несмотря на свежий софт у Альфа Ромео, нет шансов бороться с Мерседесом. Как мы видим, Алексей после питлейна нашел тот темп, который у него был в квалификации. И начинает он потихоньку догонять Лану Норриса, который идет на третьей позиции. И догоняет все-таки он Лану Норриса на торможении в шикане. И теперь вторая прямая, где у Норриса нет шансов. Поскольку Норрис отстал от предыдущего Гасли. У него нет возможности открыть заднее антикрыло. И да, Алексей без проблем уходит Норриса. И пускается в погоню за Фьером Гасли. Гасли в данный момент медленнее тебя на полсекунды. Так что тут можно пару голов отогнать и атаковать. Херстаппин постепенно начинает возвращаться в гонку. Борьба с Данилием и Рикьярдо за девятую строчку. Но все равно это слишком медленно. В данный момент надо Херстаппин поднимать свой темп. И начинать обгонять все больше и больше болидов. Поскольку в данный момент шансы догнать Алексея у него крайне и крайне малы. И вот спустя пару кругов Алексей догоняет Фьера Гасли. Похоже закончился софт у Гасли. Хотя в постписок прошел всего лишь 5 кругов. Но уже софт начинает проигрывать мидиуму. И как минимум даже Алексей плохо выходит из шпильки. Но это не мешает ему догонять Фьера. И скорее всего мы увидим атаку уже на второй прямой. Нет, Алексей уже на первой прямой до точки торможения. Обгоняет Гасли. Посмотрим теперь в Гасли есть возможность атаковать Алексея на второй прямой. Также позади и Норрис постепенно подбирается к этой паре. Но как мы видим Алексей очень хорошо выходит из шиканы. И имеет неплохой отрыв от Гасли. За счет чего даже Гасли не смог атаковать Алексея. И вновь два Мерсеза возвращаются на первую и вторую позицию. Но посмотрим будет ли между ними борьба. Ферстаппин начинает уже последовать следующего оппонента. В лице Кевина Магнуса в борьбе за восьмую позицию. Постепенно все-таки Ферстаппин отыгрывается. Но позади него едет в данный момент Перес. И едет он чуть быстрее. И посмотрим сможет ли Перес догнать. И в данный момент Ферстаппин пытается обойти своего оппонента на Альфа Ромео. Но никак не может он найти возможности на торможение это сделать. Все-таки Ферстаппин решает это сделать на прямой. Где у него будет возможность открыть заднее антикрыло. А вот у Магнуса к сожалению не будет. И тем самым проигрывает он свою позицию. И также позади Перес тоже имел возможность открыть заднее антикрыло. За счет чего он скорее всего быстрее догонит Ферстаппина. И начинается вторая волна питстопов. Алексей заезжает чуть раньше чем планировал скорее всего. И посмотрим сработает ли данный андеркат. Или же все-таки стоило пару крыков еще посидеть на трассе. Меняет ему медиум на новый медиум. И все. Теперь до конца гонки. И в данный момент Алексей ничего не угрожает его им борьбе за титул. Поскольку Ферстаппин очень далеко. А Гасли не имеет никакой возможности побороться за титул. Но на выходе из спидлейна начинается борьба между двумя данными пилотами за вторую позицию. За счет чуть раннего питстопа у Гасли. Ему удается за счет андерката побороться с Алексеем за эту позицию. Но к сожалению борьба скорее всего будет недолгой. Потому что опять прямая. Где у Мексеса нереально большие скорости. В данный момент скорее всего у Мексеса самый быстрый болид на прямых. До этого у Рейсинг Пойн был самый быстрый болид на прямых. И как мы видим Алексей ошибается в торможении. В шикане что позволяет Гасли обогнать Алексея обратно. Но точка детекции. И Гасли был опять же впереди Алексея. И тут контратака вторая от Алексея. И да вторая позиция за россиянином. Как мы и говорили Перес догонял Ферстаппина. И опередил его в борьбе за седьмую позицию. Но возможно это будет плюсом. Поскольку есть проблемы на прямых. И за счет Переса эти проблемы можно немного вкладить. За счет Слепстрима и ДРСа. Кстати еще стоит срочно к борьбе в кубке конструкторов. Ведь в данный момент именно Макларм с Рэдбулом соревнуются в данном первенстве. И Макларм в данный момент тут на первых позициях. Как в кубке конструкторов так и в гонке. По отношению к Рэдбулу они идут впереди. Гасли идет на третьем. А Хэмилтон идет на пятой позиции. За счет чего именно Макларм в данный момент имеют возможность выиграть кубок конструкторов. А тем временем Ферстаппин подъехал близко к Пересу на первой прямой. Посмотрим сможет ли он атаковать на второй прямой. Ну и как мы видим Перес начинает отрываться поначалу. Потом Ферстаппин сравнивается по скорости. И смотрим постепенно догонять. Но не может атаковать Ферстаппин никак. Также мы видели борьбу между Гасли и Норрисом за третью позицию. И Гасли все-таки смог защититься на первой атаке. Новый круг. Новая атака от Ферстаппина. Бок о бок они начинают проходить. Шиканную. И теперь посмотрим кто из них будет впереди. После выхода из Шиканы Перес кажется. Все-таки впереди. Но за счет этого у Ферстаппина есть в одном слипкрыть заднее антикрыло. И в данном случае не за Пересом. Без слепстрима. И как мы видели. Перес без проблем против болида Рэдбула с ДРСом открытым. Смог отрываться от него. Догоняешь Ботаспочек в десяток с круга. Просьба если ты будешь атаковать его, атаковать его аккуратно. Алексей тем временем начинает догонять потихоньку Ботаса. Очень близок он находится к своему напарнику. Уже в одной секунде от него без проблем может открывать заднее антикрыло. И тем самым сокращать дистанцию уже до минимума. И возможно мы увидим борьбу между серебряными стрелами за первая позиция. Но в данный момент эта борьба ничего не решает кроме победы на самом Гран-при. Поскольку у Алексея Солнцева есть большие шансы на чемпионский титул. И что же Алексей все-таки подобрался близко к Ботасу. Возможно на этом кругу мы увидим борьбу между серебряными стрелами. А может быть и нет. Поскольку Алексею не надо рисковать лишний раз. Поскольку лишний контакт это возможность лишний раз проиграть титул. Но похоже Алексей все-таки решил дать бой Ботасу. За первую позицию близко уже подбирается на торможение к Шикане. И теперь вторая прямая где у Алексея будет возможность близко выйти к Ботасу. И уже использует заднее антикрыло. И посмотрим борьбу двух мерседесов. Которые доминируют на протяжении всего этапа. И да, Алексей до торможения обгоняет Вальтери Ботаса. И выходит в данный момент на первую позицию. Но Ботас близко и поэтому Алексею не надо расслабляться. И да, как мы видим Ботас очень приблизился к Алексею. И теперь уже у него есть возможность скрывать сзади антикрыло. И воспользуется слепстримом. Чем он и пользуется бок о бок и начинается между ними борьба. И Ботас выходит обратно на первую позицию. Но Алексей также близок. И также вторая прямая. С тем же задним антикрылом. Добре же, что оппонентам в лице Гасли. 10 секунд. Так что на эту борьбу они могут потратить время. И при этом ничего не потеряют. Поскольку в данный момент мерседесы на полсекунды быстрее любого из оппонентов. И Алексей решает не атаковать своего напарника. Подождать удобного момента. Норрис тем временем начинает догонять Гасли. Быстро сокращает дистанцию. На прямой бок о бок начинает проходить и шиканную. И теперь вопрос. Кто опять же выйдет впереди из этой шиканы. Тот будет в проигрыше. Гасли выходит впереди. Тем самым у Норриса есть возможность на вторую атаку. И скорее всего эта атака будет более удачливой. Норрис поравнялся с Гасли. И на точке торможения проходит контакт между двумя болидами. И Гасли теряет часть переднего антикрыла. Это будет стоить французу немалого времени. Но в данный момент о борьбе за титул не нужно и забыть. Но надо помнить про борьбу в кубке конструкторов. Которые опять же в данный момент Макларны лидируют. Очередная возможная атака Ферстаппина на Переса. Уже сколько кругов Макс пытается обойти Переса на этой прямой. И похоже в этот раз у него это получится. Да, он опережает его до точки торможения. Но дальше-то идет вторая прямая. Где у Ферстаппина будет явная проблема с Пересом. Которого преимущество будет большой в скорости напрямой. Но Ферстаппин лучше вышел с Шекан. И как мы видим Перес не может добраться до Ферстаппина. Что очень интересно выглядит. На торможении он смог поравняться все-таки с Максом. Боко-боко не походит немедленно. Достаточно секцию. Макс остается впереди. И посмотрим сможет ли он эту позицию удержать до конца гонки. Но так же как и для Гасли. Борьба за титул к сожалению для Ферстаппина окончена. И вот два гонщика Мерседес уходят на свой последний круг данного сезона. И данного Гран-при. Пока что они борются за первую позицию. Кто из них придет первым. Но по крайней мере точно можно сказать то что это будет первый и последний дубль Мерседеса в данном сезоне. Но как говорится лучше поздно чем никогда. Так же еще виднеется вдали. Болит Вильямса который уже отстает на один круг. Но скорее всего Мерседеса до него не доедут. И что же выход на прямую. Где у Алексея будет возможность атаковать Ботаса. Но скорее всего Алексей подождет до второй прямой. Чтобы наверняка пройти Ботаса. И уже не дать ему возможности отыграться. Но нет. Алексей такой тушеной первой прямой. И посмотрим сможет ли Ботас воспользоваться возможностью отыграться у Алексея. Как Алексей выйдет из шиканы. Очень хорошо выходит Алексей. Сразу же имеет небольшой отрыв от Ботаса. Но скорее всего этого не хватит до точки торможения. И смотрим. Нет Ботаса не может даже догнать Алексей на этой прямой. За счет ДРС и Слипстрима. И скорее всего Алексей остается на первой позиции до конца гонки. Но еще третий сектор впереди. Да он медленный. Да в нем сложно атаковать. Но все возможно. Но что-то мне подсказывает. Что Алексей в данном сезоне использует все свои ресурсы. Которые у него есть на этом кругу. Чтобы именно выиграть данное гран-при. Чего не удалось сделать в прошлом. Свой за Феррари. Пытается Алексей навырастать упущенное в данном сезоне. И что же. Да. Друг за другом. Они продолжают ехать. Ботас не может никак атаковать Алексея. Снуты два поворота. Остается уже последний поворот данного сезона. И Алексей выходит на старт с финишной прямой. Что же. Перед нами новый чемпион. А также победитель гран-при Абудаби. Потрясающая гонка. Потрясающее вождение. Ты сделал все что тебе нужно было. Поздравляю тебя со вторым титулом. Чемпиона мира. Да. Мы сделали это. Мы сделали. Поздравляю всех. Отличная ребят работа. Вот и закончился очередной интересный сезон. Формула 1. В котором мы увидели многое. Взлеты и падений некоторых команд. Горечь поражения. И также радость настоящей победе. Также мы увидели неожиданные события. Переходы из одной команды в другую. В середине сезона. И расплату за ошибочные решения. Что же. Победитель гран-при. А также новый чемпион мира. Алексей Солнцев. Также мы хотим поздравить команду Макларен. С кубком конструкторов. Которого не было давно у команды. И рады что она смогла вернуться. В борьбу за подиум. Что же. На этом подходит к концу данный сезон. И уже увидимся ребят. В новом сезоне. Где нас ожидает много всего. Его. Продолжение следует...